Привет студентам! Всем, кому сейчас живется не очень весело, ведь сессия в самом разгаре. Но ничего, мы все переживем и все осилим. В эфире Альма Мата. И мы, Лена Хроменкова. И Андрей Туремский. Вы наверняка заметили, что здесь все немного поменялось. Существенно поменялось. Мы открываем новый сезон, а вам будет еще интереснее. Всех сюрпризов сразу не раскроем. Но если только чуть-чуть. Вот о чем вы знаете в ближайшие 15 минут. Всем студентам студент в регионе выбрали лучшего представителя своей Альма Матер. Чудодейственный напиток, бальзам университетский, разработали в университете продовольствие. Контрольный вопрос. Альма Матер проверила смекалку прохожих. Учебник, компьютер, споргалка, конспект. Какой способ подготовки эффективнее? Результаты эксперимента узнаете через пару минут. Агроном, милиционер, учитель и специалист IT-сферы. Все это в будущем, а пока не просто студенты. Не просто, а лучшие студенты области. На сцене Могилевского института Министерства внутренних дел эти ребята боролись за титул студент года и право представлять нашу область на республиканском финале. Кто сумел завоевать симпатии зрителей жюри, узнал наш корреспондент Андрей Шуляк. По коре сцену вызвались самые умные, красивые и смелые студенты области. Участие в отборе приняли десятки, а в областной финал пробились лишь четверо счастливчиков. Студент Горецкой сельскохозяйственной академии, курсант из института МВД, блондинка из БРУ и молодой историк из университета имени Кулешова. Конкурсанты пытались удивить жюри своими ораторскими способностями, представляли инновационные проекты, пели, танцевали, показывали сценические номера и даже читали рэп. Добрый вечер, мы здесь с вами, пожалуй, начнем. И вами Анина Протская, чем на заметку, если честно, дедушка к конкурсам, это технический опыт. Кстати, именно рэп помог год назад конкурсантке из Могилева победить сначала в областном конкурсе, а потом покорить жюри и республиканского. На самом деле для меня это абсолютно новый опыт, потому что я до сих пор не пела, не танцевала, не участвовала в подобных конкурсах, а занималась учебой и спортом, и вот теперь я смогла выступить в новой роли. А это уже выступление Виктора Куража, курсанта Института Министерства внутренних дел. Это новая ступень, начало новой жизни, если ты слаб, тебе не выжить дорога, только вперед, слышишь, только вперед иди к звездам, и не спускайся ниже, и падай духом. Студент впечатлил жюри своим патриотическим номером, а за кулисами шептались, что с таким говорящим именем и фамилией Виктору Куражу просто суждено победить. Студент года 2014, Виктор Кураж, спасибо! Жюри было сложно выбрать победителя. По итогам всех конкурсов разбежку между первым и вторым местами составляли считанные баллы, и Виктору Куражу их хватило, чтобы получить звание студент года. Курсант Института МВД теперь будет представлять область в республиканском финале. Удачи Виктору! Сессия в самом разгаре. Да, студенты день и ночь сидят за учебниками и конспектами. А в вузах можно смело снимать фильмы про зомби. Весь актерский состав сидит в коридорах перед аудиториями. Но студент не был бы студентом, если бы не знал, как себе помочь пережить сессию. И я сейчас не о шпаргалках. Я так понимаю, это о валерьянке? Ну, почти. В Могилевском университете продовольствия студенты разработали бальзам университетский. Он помогает с нервами справиться и иммунитет укрепить. Говорят, даже умственные способности от него улучшаются. Сам бальзам раздобыть не удалось. Зато мы узнали его секретную формулу. Бальзам университетский напиток абсолютно безалкогольный. Его готовят на натуральном сырье, травах и соках. Для приготовления нашего бальзама мы используем пряные и ароматические травы, такие как мята, зверобоя, ромашка и хиноцея. Из них мы получаем экстракты на водяной бане и в определенных пропорциях потом смешиваем. Добавляем туда сахарный сироп, пчелиный мед, плодово-ягодные соки и получаем наш бальзам. Бальзам университетский – лучший напиток для студента, уверенный в университете продовольствия. Антиоксидантный, тонизирующий. Он придает бодрость и активизирует работу мозга. То, что надо во время сессии. Как студенты данной специализации мы не могли обратить внимание на то, что мы можем создать напиток для нас сами, для студентов. Ведь в определенные периоды жизни, например, сессия, нам не хватает таких продуктов, которые улучшают иммунитет, улучшают память. Этот бальзам – новейшая студенческая разработка. Пока на полках магазина его не найти, но здесь надеются, что скоро его внедрят в производство, он станет доступен всем студентам. А вот рисовый квас-брожение – еще одна разработка кафедры уже в производстве. На его основе Новогрудский винодельный завод выпускает целую серию напитков. В их составе рисовый гриб, сироп, изюм и закваска. Вот бы узнать, какая там закваска. Я бы тоже приготовил такой классик. Боюсь даже представить, что за коктейль ты бы намешал. Только подумай. На каждую такую разработку у студентов уходит около года. И опыты они набираются в том числе и за рубежом. А ты думаешь, все так просто? Лучшие выпускники, лучшие студенты нашей кафедры имеют возможность пройти производственную практику за пределами нашей республики – в Болгарии, Германии, Польше. Так они бывают на крупнейших пивоварнях Баварии, посещают район возделывания и выращивания хмеля, самый крупный в мире, в Халертау. Наши выпускники гарантированно получают первое рабочее место на ведущих предприятиях отрасли Республики Беларусь. Как результат, многие напитки, разработанные на кафедре технологии пищевых производств Университета продовольствия, выпускают на ведущих предприятиях страны. В новом сезоне «Альма-Матер» запускает новую рубрику «Контрольный вопрос». Мы устроим студентам внеплановую проверку знаний. И посмотрим, как они справятся с нашими каверзными вопросами без шпаргалок. А мы коварны. Дай пять. В новом сезоне «Альма-Матер» будет проверять знания и смекалку. И первым вопросом будет, какой самый популярный безалкогольный напиток в мире? Казалось бы, ответ лежит на поверхности, но как ответили на него молодые люди, узнаем прямо сейчас. Думаю, может быть, «Кола» или «Фанта». Ну, мне кажется, что самый распространенный безалкогольный напиток – это «Кока-Кола» или же «Спрайт». «Кола». «Кола». Все считают, что это «Кола». Догадается ли кто-то или нет? Ведь этот ответ такой простой, что лежит на поверхности. Самый популярный напиток – это все-таки «Кола». Точно-точно. Да. А вы? Ну, задумайтесь, что вы еще... Что? Что? Воду употребляю. Ура! Вы догадались, спасибо большое. Чай. Ну, может, соки какие-нибудь еще. Ну, да, газированные. Я думаю, что кофе. А вы как считаете? Чай. Задумайтесь, что вы еще по утрам пьете? Молоко. А еще? Даже не знаю. Минералку. Вода. И это правильный ответ. Наконец-то кто-то догадался. Спасибо большое. Безалкогольный напиток в мире. Знаете, алкогольных напитков вообще не знаю, поэтому я об ответил «Кола». И вы больше ничего не представляете, что было бы такого безалкогольного. Вода, естественно. Вода, естественно. Спасибо большое. Ну, конечно же, самый популярный безалкогольный напиток в мире – это вода. Ответ лежал на поверхности. Ну, кто не догадался, не беда. А в следующий раз «Альма-Матер» подготовит для вас новый опрос. И уж, пожалуйста, не подойдите. Еще один сюрприз от «Альма-Матер». В новом сезоне мы открываем новую рубрику «Эксперимент». И будем ставить под сомнение и проверять, сравнивать и разбираться. А еще разыгрывать студентов и снимать их поведение на скрытую камеру. И первый эксперимент мы решили посвятить подготовке к сессии. Передаем слово Миша Коробицкому. Как учить? По учебникам или по конспектам? Стоит ли писать шпаргалки и гуглить темы в интернете? Мы попытаемся узнать, как нужно готовиться к экзаменам, чтобы память не подвела. Участницей эксперимента согласилась стать Аня Скицунова, студентка факультета педагогики и психологии детства МГУ Кулешова. Конечно, мне интересно поучаствовать в эксперименте, узнать, каковы могут быть результаты. Протестируем 4 способа подготовки. По компьютеру, учебнику, конспекту и шпаргалке. Для каждого способа мы подобрали 4 одинаково сложные темы. На изучение каждой у Ани всего 30 минут. Следить за экспериментом и оценить результат мы попросили преподавателя кафедры специальных психолого-педагогических дисциплин Александра Старовойтова. Первое задание – подготовка с помощью компьютера. Время пошло. Давайте посмотрим, что вы усвоили из той темы, которую вы готовили с помощью компьютера. Два раза Аня сбивается, но в целом отвечает хорошо – на крепкую восьмерку. Как у меня со зрением плохо, у меня болели глаза, но там были и ссылки, которые можно было что-то определенное выучить. Следующий этап – подготовка по конспекту. В конспекте темы изложены по существу. Есть основные термины, таблицы, пометки на полях. В тетрадионе никаких обозначений. Именно поэтому подготовка ей дается нелегко. Что вам удалось запомнить на этот раз? Аня отвечает неуверенно и получает дополнительный вопрос. И на него дает неполный ответ. В результате только 7 баллов. В конспекте, ну, не все. Я записывала не все лекции, то, что говорил преподаватель. Поэтому как-то, ну, не особо. На очереди учебник. Доказано – наш мозг усваивает информацию, запоминая ее расположение на странице. Поэтому материал, прочитанный в книге, запоминается легче, в то время как в электронном варианте человек теряется с бесконечным текстом. Ане удалось одинаково хорошо подготовиться и по учебнику, и по компьютеру. Студентка снова получает восьмерку. По учебнику, в учебнике все доступно написано. Это плюс большой. Говорят, чтобы запомнить материал, достаточно написать шпаргалку. Что мы и предложили сделать Ане. Сокращая информацию, аккуратно переписывая ее на бумагу, мы автоматически запоминаем материал. Но в нашем эксперименте еще в начале экзамена испытуемая впала ступор. Ну, как-то я растерялась при ответе по подготовке шпаргалки. Но стоило задать наводящие вопросы, я, в принципе, все и ответила, вспомнила все. Эксперимент показал, что Аня одинаково хорошо запомнила материал с помощью компьютера и учебника. Чуть хуже выучила по конспекту. Ну, а самой сложной для нее оказалась подготовка по шпаргалке. Тем не менее, недооценивать этот способ нельзя, считает преподаватель. Из своего собственного опыта я могу сказать, что наиболее эффективная подготовка и наиболее высокое эффективное запоминание студенты показывают при помощи учебников и подготовке шпаргалок. Все индивидуально. Психологи советуют выбирать способ подготовки по типу своего мышления. Так, аудиалам проще запоминать текст, читая его или слушая. Визуалам проще рисовать схемы, образы, либо выделять тезисы. Кинестетикам, кое-кстати большинство, проще запоминать текст, переписывая его в комфортной обстановке. Что еще сказать? Ищите свой способ. Ни пуха вам, ни пера. Итак, вы уже на экзамене. Как не провалить его, если вы действительно что-то учили? Первое. Не впадайте в панику, если вам кажется, что не знаете билетом. Возможно, память еще не сконцентрировалась на нужной информации. Подготовку ответа начинайте с того, что запомнилось лучше всего. Составляйте план ответа. Используйте разрешенные экзаменатором материалы. Учебная программа, методичка или список вопросов могут дать подсказку. Внимательно слушайте ответы студентов. Реплики преподавателя. Они помогут вспомнить и ваш материал. А вот лайфхак от наших зрителей. Как сделать шпаргалку-невидимку? Нужно распечатать шпаргалку на обычном принтере. Наклеить на нее широкий скотч. Затем вырезать и подержать пару минут под строю горячей воды. Размокнув, бумага легко отслоится, а на скотче останется четко отпечатанный текст. Этот целлофан с подсказками можно наклеить на бутылку с водой, парту, карандаш, накладные ногти, да куда угодно. Айма Матер напоминает. Лучшая шпаргалка у студента в голове. Присылайте свои идеи в нашу группу ВКонтакте. Это была Альма Матер, программа о тех, кто смотрит на мир с оптимизмом. Особенно во время сессий. Совсем скоро мы вновь увидимся на Беларусь 2. И расскажем новую историю о студенческой жизни. Чао! Субтитры подогнал Игорь Негода.